Так называемая спецоперация из трёх дней перевалила за сотню. Даже русские граждане, которые кричали за русский мир и освобождение Донбасса, уже устали. Но чтоб глаз прозорливый чего-то не увидел негодного со стороны царь-батюшки, на медиа под контрольным Кремлю запретили как-либо акцентировать внимание на продолжительности спецоперации. Но война, тем не менее, идёт. Так российские войска освобождают украинские города. Правда, не от придуманных нацистов, а от людей. Они уничтожают всё на своём пути. Дома, больницы, школы. Вот уже несколько недель бой идёт за последний оплот Северодонецка, Луганская область, завод Азот. Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком. С выходом после этого наших войск в район Артёмовска. Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Но камнем преткновения стал промышленный гигант Азот, который сейчас как раз и контролирует ВСУ. Однако подземных бункеров и тоннелей, которые были на Азотстале, там нет. Многонедельная оборона промзоны без регулярного снабжения с большой земли, там вряд ли возможно. На объекте всё ещё могут оставаться запасы опасных химикатов. Сергей Гайдай, губернатор Луганской области. Более того, на заводе в бомбоубежищах прячутся жители, которые отказались покидать свой город. В Северодонецке 800 взрослых и детей прячутся под химзаводом Азот. Но несмотря на это, химзавод регулярно обстреливают. Азот – это крупнейший в Украине химкомбинат. Основная продукция завода в Северодонецке – аммиачная селитра и другие удобрения, львиная доля которых шла на экспорт. Это очень взрывоопасные вещества, которые при детонации могут уничтожить всё живое в радиусе 20 километров. В последние годы завод, как и многие предприятия региона, работал с перебоями. Но украинские военные, несмотря на то, что 80% территории города под контролем РФ, уверяют – рано оплакиваем украинский Северодонецк. На данное время в замыслах командования Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям. Алексей Громов – замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Украины. И дождавшись, как россияне уже отрапортировали о взятии города, нанесли жестокий контрудар. Сейчас мочат московских товарищей в мясо, несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Алексей Арестович – советник главы Офиса президента Украины. Американский институт изучения войны подтверждает – российская армия несёт в Северодонецке тяжёлые потери. У оккупантов вряд ли останутся силы на захват значительной территории Донецкой области. Но триколорная армия продолжает стоять на своём. Находящиеся в этих городах украинские вооружённые формирования имеют лишь один выход – это сложить оружие и сдаться в плен. Подполковник народной милиции, так называемый ЛНР, Андрей Марочка. Контроль над городом и всей оставшейся областью имеет для Кремля важное репутационное значение. На четвёртом месяце так называемой спецоперации российские войска до сих пор не сумели занять полностью территорию ни одной из двух областей Донбасса. Хотя ради их освобождения вся военная кампания и провозглашалась. Редактор субтитров А.Семкин